Пандемия коронавируса и введенный из-за нее период повышенной готовности в стране негативно повлиял на состояние экономики. Убытки получили как государство, так и частные предприятия. Одним из таких является крупнейший и основной в РФ поставщик природного газа – «Газпром». Финансовое состояние корпорации «Газпром». Первые убытки «Газпрома» проявились уже в начале года, еще до момента наступления всемирной угрозы заражения опасной болезнью. Причин для этого было несколько, но главная из них – это экономический кризис, который только ухудшился с распространением коронавируса. Руководство «Газпрома» сообщило о задекларированных убытках предприятия в размере около 306 миллиардов 200 миллионов рублей. Эти цифры актуальны только для первых трех месяцев 2020 год. За первый квартал предыдущего 2019 год предприятие получило прибыль в размере около 200 миллиардов рублей. Таким образом, «Газпром» сообщило о задекларированных убытках предприятия. «Газпрома» «Газпрома» Разница между доходами за первые кварталы двух последних лет превышает 500 миллиардов рублей за период с апреля по май. Доходы поставщика природного газа, получаемые от экспорта топлива за рубеж, обрушились до рекордно низких отметок практически за последние 20. Разница между доходами за первые кварталы двух последних лет превышает 500 миллиардов рублей за период с апреля по май. Доходы получаемые от экспорта топлива за рубеж, Чаемые от... Низких отметок Низких отметок практически за последние... Компания с продажи газа в другие страны во втором квартале получила примерно 250 миллиардов рублей, что в три раза меньше прибыли за аналогичный период в 2019 году – 750 миллиардов рублей решения финансового вопроса. Что делать? Газпром несет катастрофические убытки, тенденция падения экспорта показывает, что календарный 2020 год не удастся завершить с прибылью. Казалось бы, необходимо срочная реструктуризация деятельности. Однако компания не собирается делать этого. Более того, руководящие члены правления увеличивают собственные доходы. К сравнению, заработок члена правления «Газпрома» за 2019 год составил примерно 1,3 миллиарда рублей за первые три месяца 2020 год, сумма уже превысила 585 миллионов рублей, что составляет практически половину дохода за предыдущий год. «Газпром» выбрал наиболее простой метод компенсации убытков – повышения цен для потребителей. По информации, на август 2020 год ФАС утвердила проведение внеплановой индексации стоимости природного газа. Предполагается повышение цен на 3%. В сравнении с прошлым показателем за предыдущий 2019 год, равным 1,4%, цены увеличились в два раза больше, чем ожидалось. Естественно, являясь основным и практически единственным поставщиком природного газа в России, «Газпром» может самостоятельно устанавливать цены на топливо посредством оказания давления на антимонопольную службу. Для сравнения, с 2013 года стоимость газа, реализуемого предприятием «Газпром» на территории России, увеличилась на величину около 20%, а для иностранных покупателей была снижена примерно в 6-7 раз. Шутки о том, что в России стоимость бензина при повышении цен на нефть, их стабильность или падение продолжает расти, похоже, становятся актуальными и для бытового газа. На самом деле топливо никуда не делось. Да, «Газпром» получил убытки из-за пандемии, как и абсолютно все компании, однако это не привело к росту цен посредством проведения законодательной индексации, например, на продукты или на одежду. Подорожал именно газ. Эта ситуация еще раз показывает, что власть в стране сосредоточена в руках так называемой «бизнес-элита». Это легко понять, сопоставив несколько фактов. Повышение цен на газ, стабильный рост цен на нефтепродукты, независимо от значений стоимости за баррель, уже практически ежегодное отклонение законопроекта, о передаче народу прав на получение, прибыли с продажи недр и так далее. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!